Девушки отдыхают Кто, наверное, уже играл и знает Разумный вопрос Какого черта у меня все на русском языке? Ответ довольно очевидный Со мной связался человек, который сделал самопальный перевод чисто Белороссии И теперь она будет играться несколько комфортнее на Русиша Ссылочку я могу оставить в описании, в принципе, на файлике русификации Белороссии Их надо будет вставить в русификатор и все пойдет Все полностью совместимо с тем, что было Такие делишки И будем мы отыгрывать путь валькизма Путь валькизма и последующего восстановления монархии с царем валькистом Это будет Владимир Третий Никаких особенных сюрпризов, увы И ах, все те же легитимные дядьки Также стоит маленький сабмонт на флаге Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать Можно потихонечку начинать Кстати, интересный прикол, что я ведь помогал вчера весь день в тестинге вот этого русификатора Тут отлетали фокусы почему-то И, в общем, выяснилось, что кое-какие решения останутся на инглаще Из-за того, что они почему-то не переводятся Но ничего страшного, решения это такое себе Дело можно, в принципе, и без них прожить Ну, там довольно понятно Фраза в одно-два предложения Это еще Не так уж и сложно для понимания Liberation Division О, на двадцатку ширины фронта Вот какая клевая у нас Шаблонная система с самого начала доступна Опять же говорю, играю на 1.6.2 И из-за того, что этот мод еще более нестабильный, чем Кайзер Тоже кубка не будет К слову, сама русификация Непрофессиональная Она содержит тонну ошибок Поэтому Иногда Будет несколько сложной для понимания Земля русских когда-то Была третьей по величине империи в мире Охватывающей три континента Несмотря на то, что она имела серьезную военную мощь В значительной степени сельская неиндустриальная российская империя Сильно отставала от своих европейских соседей В 1914 году После того, как эрцгерцог был застрелен сербам в Сараево Россия мобилизовала свою армию Для защиты из Сербии От вторгшейся австрийской армии Так началась Великая война с русскими, англичанами и французами С одной стороны против немцев, австрийцев и османов С другой Че за НН не понимаю Великая война была войной не похожа ни на одну другую Может абзацы какие-то слетевшие По мере того, как центральные державы продвигались на восток Боевой дух армии снижался, беспорядки росли вплоть до точки кипения Большая часть России восстала против монархии В 1917 году началась февральская революция Церковь в конечном итоге отрекся от своей власти и передал ее революционерам Которые представляли из себя нестабильные сговоры между Петроградским советом Сглавляемым большевиками временным правительством И временным правительством, да Сглавляемым республиканцами Между ними начался конфликт, превратившийся в гражданскую войну Гражданская война решила судьбу России Она велась между большевиками-социалистами в главе с революционером Лениным И антибольшевистским левым движением К 1920 году контролируемая белыми территория в России Представляла из себя эксклавы в Сибири и Средней Азии Каучак, верховный лидер белых сил, был взят в плен большевиками Весь контроль над гражданской войной властью белых в Сибири Достался последнему генералу в регионе, атаману Семенову К февралю атаман и его казачья армия были полностью окружены в Забайкалье С Приморским регионом, контролируемым Чехословацким легионом Их соединяли лишь контролируемые Японией и железные дороги Сибирская интервенция стала главным фактором спасения белой армии Это вмешательство включало в себя Японию, Чехословацкие легионы, Соединенные Штаты, Италию, Великобританию и Францию А также поляков и канадцев Все интервенты имели схожие, но собственные цели И играли очень активную роль в интервенции Соединенные Штаты, Франция, Италия и Соединенные Королевства Проследовали цель не допустить попадания военных материалов в руки большевиков Спасти Чехословацкие легионы и восстановить Восточный фронт Между тем, японцы имели более империалистические намерения Стремясь либо расширить сферу своего влияния Либо просто получить буферное государство Атаман Семенов стал их человеком Япония, в частности, послала 70 тысяч военнослужащих Для сражений в Сибири А президент Тадо Рузвельт отправил 30 тысяч К слову, вот эти кнопочки Названия и заголовки ивентов Они не переводятся Не знаю почему Я вообще в этом деле не секу Вот дядька мне перевод скинул Или не дядька Возможно, этот чувак младше меня Вот что скинул у меня, то и юзы Я только тестить помогал Так, ой, продолжение После того, как Каучак был пленен Он был впоследствии казнен Ну, логично После этого французы и британцы Вскоре были полностью эвакуированы из Сибири Но японская поддержка продолжалась Кроме того, Семенову удалось договориться И с Соединенными Штатами 6 апреля 1920 года В Чите была объявлена С знаками вопросов Не белая Дальневосточная Республика А Соединенные Штаты и Япония Быстро начали диалог с этой Дальневосточной Республикой Япония и США настаивали на включении В состав правительства Семенова за Байкалье Дальневосточная Республика отказалась И тогда Соединенные Штаты и Япония Отправили на нее свои войска В конечном итоге правительство Дальневосточной Республики Было полностью изгнано из Забайкалья И к 1922 году Американо-японские войска будут успешно контролировать Большие участки Амура за Байкалье и Приморья, поскольку активных боевых действий на этом направлении большевики не предпринимали. 25 октября 1922 года белыми армиями и японскими и американскими союзниками было подавлено крупное коммунистическое восстание, знаменовавшее последний конфликт в гражданской войне. После завершения гражданской войны остатки белого правительства стали называть себя Всероссийским белым правительством, обосновавшись на восточной окраине Забайкалья, Амура и Приморья, однако большинство стран называют его просто белым правительством. Хотя большинство стран по-прежнему не признают СССР и вместо этого признают белое правительство в качестве правоприемника Угарши Империи, оно не обладает достаточной военной силой, чтобы вернуть все свои земли. В рамках усилий по дальнейшему укреплению авторитета и легитимности в этом новом государстве Япония и Соединенные Штаты вместе с Италией, Великобританией и Францией создадут союзническую военную, ой, восточно-российскую комиссию, которая будет гарантировать независимость белого правительства. Григорий Семенов, несмотря на звание верховного лидера, создал подобие демократии в регионе, введя законодательную думу с избирательным процессом. Тем не менее, все выборы в ней спальсифицированы и дума остается крайне слабой, заполненной в основном сторонниками белого движения и аналогичных союзнических консервативных движений. На сегодняшний день большая часть власти по-прежнему принадлежит Семенову и белым генералам, а все другие противные органы им слепо подчиняются. Айл Бэкс Ладланка. Все. Господи боже, сколько букв. Много. Ну, кстати, более-менее годный перевод. Не настолько ужасный. Когда мы за Францию с вами играли, там были более жуткие тексты. К слову, играть мы будем вводную первую серию, не знаю пока сколько, но возможно до 40-го года, если событий будет не так много. Анонимный генерал засвидетельствовал перед Восточно-русской комиссией союзников, что Григорий Семенов присвоил средства. Если эта информация станет общедоступной, правительству будет нанесен серьезный удар, а и без того хрупкий имидж белого правительства ухудшится еще сильнее. Надеюсь, это не станет достоянием общественности. Стабильти упало. Завалили Абдул Меджида 2-го внезапно неизвестным нападавшим. Шандарм они смогли вовремя среагировать, убив стрелка лишь после выстрела, оставшего точку в жизни султана. Ясно. Ну там новостные ивенты довольно косячные и трудно читать. Оу, ноу! Несмотря на все усилия правительства, информация о расстрате средств Семеновым просочилась в общественность. Слухи указывают на то, что демократические настроенные бюрократы близки к комиссии привожили руку к этому делу. Если это подтвердится и комиссия играет какую-то роль в этих утечках, это будет значить только одно, мы бессильны против распространения всякой желтизны. Боже, спаси нас. Это не круто. Еще хренови у нас дела пошли с стабильностью и всем поручим. Итак, почувств слабость правительства, демократические и популистские партии начали переговоры о формировании возможной коалиции для участия в выборах, хотя мы всегда их фальсифицировали. Усиленный международный контроль и нынешняя непопулярность нашего правительства, вызванная кем-то из оппозиции, теперь связывают нам руки. После успешных переговоров демократы и популисты наконец сформировали коалицию, чтобы одержать победу на выборах. Называя себя национальным союзом спасения, их цель состоит в том, чтобы свернуть наш режим и создать демократическое государство. Попытки пресечь их деятельность могут привести к ужасным последствиям. Все очень плохо. А мне еще хищение денег не дают. Провернуть. Я до сих пор пытаюсь деньги похитить, меня уже обвинили в том, что я их похитил. Протесты во Владивостоке. Во Владивостоке вспыхнули протесты в поддержку Национального союза спасения против власти Семенова. Хуже всего то, что местный гарнизон отказался подавлять мятежников, вступив в ряды протестующих и призывая к демократии. Так, деньги мы похитили, освоили. Замечательно. Давай централизацию проводить потихоньку. Или нет. Уходим все из этого. Централизация, хищение денег. Ага. Давай централизацию чистить оппозицию не будем. Потому что нам надо валькистов привезти. Попытки подавить акцию протеста во Владивостоке только подлили масло в огонь. И антиправительственные восстания распространились по всему Приморскому краю. Сотни людей вышли на улицы, причем не у всех из них мирное намерение. Протесты и восстания некому подавлять, поскольку полицейские силы и гарнизоны перешли на их сторону. На данный момент у протеста есть только один вариант, чтобы выйти из ситуации победителем. Мобилизовать армию. Начинается парижская колониальная выставка. Из-за нее могут глюки начаться тоже. Надо будет сохраняться почаще из-за этого. Правительство официально утратило контроль даже над военными подразделениями, которые отказались сражаться с протестующими. Дезертирство этих войск не только усилило позиции протестующих, но и привело к распаду вооруженных сил. Все очень плохо. Протесты переросли в открытое восстание. Приморский регион был полностью захвачен силами противостоящими нашему режиму. В Владивостоке Национальный Цельспасение сформировал военное правительство и готовится провести крупные правительственные реформы, чтобы обеспечить построение новой демократической парадигмы. Стремление подавить эти восстания вероятно будет означать конец для нас, поскольку слухи распространяются и указывают на то, что даже союзническая Восточно-Российская комиссия начала переговоры с Владивостоком и планирует поддержать их более стабильный и демократический режим, а не нас. Итак, Восточная комиссия союзников официально признала предателей во Владивостоке законным правительством Белоруссии. Это стало большим ударом для лоялистов Забайкалья. Это конец. Стабильность совсем на волоске висит. И централизацию правительства нам, походу, не дадут уже выполнить. Все источники указывают на то, что временные правительства Владивостока готовят нападение на последние провинции, которые остаются лояльными к Забайкальской администрации. Несмотря на то, что у них большая армия, шанс на победу лоялистов довольно высок. Мы еще можем победить. Переговоры в Индии. Индия все равно британская. Какая-то непонятная крайность с Китаем. Предатели начали наступление на последние лояльные провинции на западе страны. Хотя преимущество на стороне предателей все же есть шанс, что лоялисты смогут отбросить их назад. Будем держаться до последнего. Мятежники пересекли реку Амур и идут на запад, чтобы свернуть старый режим. Оставшиеся сторонники лоялистов начинают колебаться. Если и дальше так пойдет, нас будет ждать новая волна дезертирства. Держаться, тот держаться. Ну, Фокс-то хоть успел выполнить. Файн. Все, централизация правительства выполнена. С начала нового дня белый генерал с ужасом узнали, что повстанческая армия захватила города на Амуре и приближается к Чите. Кстати, интересно, что у нас массовое дезертирство, но при этом мы можем обучать людей. Как только силы предателей подошли к Чите, все руководство старого режима вышло к ним с целью сдаться. Администрация Владивостока празднует окончательную победу и приступает к созданию принципиально новой России. Итак, сегодня большой день для новой белой администрации, поскольку начались масштабные административные реформы, направленные на построение демократии. Кроме того, сегодня состоялся и суд над Семеновым за коррупцию и антигосударственную деятельность. Также подверглись чистке военные формирования. Но все эти усилия стоят того, поскольку они приведут Россию к единственному правильному пути. Демократия живи, получим стабильти. Семенова завалят, получим ПП. Получим ценный дух. Проблемы коррупции. Ох, блин. И получим еще демократическое дерево фокусов. Уберем оппозицию. Давай посмотрим, что там у нас сейчас будет. Вот такое вот дерево фокусов. Е-е-е-е, Единая Россия. Вот этот фокус, наверное, 146% игроков выполняет. Понятно. Замечательно. Мы будем идти... Ой. Что-то у меня все улетело куда-то. Мы будем идти по Союзу Спасения Родины, то есть по валькистам. О, Николай Ежов пришел к власти в Российской СФСР. Это интересно. Время на правительство вошло в дебаты по отношению к советским сочувствующим. Несмотря на то, что всех их интересует восстановление былого увеличия России и уничтожения Советского Союза, предложение активистов запретить организации, которые выступают за пацифизм или какой-либо СССР, может, какое-либо сочувствие к Советскому Союзу вызвало шквал критики. Такая позиция не принимается другими партиями, которые выступают за свободную демократию. Дебаты так ни к чему и не привели, поэтому стороны начали обсуждение проекта референдума. Поэтому вопрос. Будем искать компромисс в этом. Проект референдума не был поддержан активистами. Таким образом, противоречия во временном правительстве только усилились. Come on, gentle birds! Политический хаос и нестабильность, вызванные кризисом во временном правительстве, вызвали большое недовольство со стороны народа. Большая часть которого не была заинтересована в демократии, участвовала в восстании, чтобы свернуть правительству после обещаний демократов дать им лучшую белую Россию без ссоры коррупции. Разлад в правительстве — это возможность для некоторых амбициозных белых русских генералов и антилиберальных деятелей заявить о себе. И они начали продвигать менее демократические идеи для нового правительства. Не, ну конечно же надо о выборах подумать, предстоящих. Никакой военной диктатуры нам не надо. Долгая и утомительная дискуссия в правительстве показала, что лучший способ решить эту проблему — провести выборы с некоторыми ограничениями в отношении пацифистов и просоветов, которые могут быть запрещены в зависимости от результатов выборов. Другими словами, проблема будет решена в скором времени. Finally! Временное правительство объявило о скором старте выборов. Там будут присутствовать наблюдатели от союзнической восточно-российской комиссии, чтобы гарантировать их честность. Надеемся, что из этого избирательного процесса получится что-то путное. Нас ждут интересные выборы. Выборы на столе. Спор для руководства Белоруссии — это два основных блока. На чью сторону встало большинство политиков. Более радикально стоянная коалиция НСС активистов и умеренно-демократическая коалиция. Но тут еще один вариант есть, который пропустили. Видимо, это какие-то либералы. У каждого из них есть четкое представление о том, как реформировать нацию, как добиться экономического роста и как эффективно стабилизировать правительство. Так, должен победить у нас The Union for the Salvation of the Motherland is Victorious. Да. Вот эти парни должны у нас выиграть. Да, все замечательно. Именно так. Ну и, конечно же, новостной ивент, который не переведен по непонятным причинам. Новая экономическая политика. Управим фокус. Экономический договор. Мы выбираем американцев. Понятно. Значит, мы будем как-то с американцами разбираться. Значит, теперь, господа, у нас примерно такая ситуация. Если мы хотим пойти по пути царя Валькиста, мы должны забить болт на вот эту ветку фокусов. А точнее, не постучать в советскую дверь. Если вы спасите, мы его пропустим. И будем искать выход из кризиса, милитаризацию, образование. Вот эти всякие бонусы прокачивать потихонечку. Тут много очень хороших вещей. Чем больше этого всего мы прокачаем, тем лучше. Потому что в 40-м году, как сказали нам, случится что-то плохое. А именно, новая ветка фокусов появится. Это вся пропадет. Поэтому так. Кстати, флаг такой прикольный. Валькистский. Валькистка России. Ее лидер Михаил Александрович Георгиевский. Но потом появятся еще два лидера. Один из которых станет впоследствии, так сказать, дядькой-передавателем власти нашему царю. А другой это сын Столыпина. Но обо всем немножко попозже. Итак, НСС, очень своеобразная партия, выигрывал выбор, объединившись с октябристами. Кабинет во главе с Вангелем Георгиевским начинает свою работу. Они уже выдают кредиты фермерам для того, чтобы механизировать сельское хозяйство, закладывая основу для национализации основных отраслей и формирования школьной системы. Белая армия, черный барон. США соглашаются на экономические всякие штуки, и авторитарные демократы будут называться американской делегацией. Боб Никитин. Интересно, кто это такой. Американское влияние на нашу страну низкое. Это означает, что наше правительство может действовать автономно. За свободную Россиюшку. Короче, тут по решениям можно будет всякие вещи взаимодействия с американцами делать. Да, они на Ингрище. Делать мы этого всего не будем. Не надо нам. Потому что проблемы оттуда могут последовать. А вот по политике НСС октябристов можно поделать всякие вещи. Всякие клевые штуки. Да можно, кстати, давай сразу мы их сделаем. Так, тык. И тык. Лондонский биржевый крах. Такой черный понедельник. Фискайзера перекочевавший сюда. Сейчас у нас будут проблемы. Да, неожиданный крах лондонской фондовой биржи поразил Восточную Азию и теперь принес в нашу страну экономические проблемы. Компании стали банкротиться, доходы сократились, безработица выросла, а теперь мы дестабилизированы. Все очень плохо. Но не настолько плохо, как было при Семенове. Отдание объявляет войну в Гамбургской коммуне. И в Бразилии еще гражданка начинается. Вот тоже трасса. Бразильский союз тут. Всякие разные дядьки. Понятно. Хаос в Кильдской зоне. События развивались стремительными темпами. Начинается восстание 27-го года. Понеслась всякая фигня. И в Бразилии гражданка ее мы уже посмотрели. Альф Лэндон был избран президентом США. Будет интересно на это взглянуть. По решениям можно отменить смертную казнь, получить стабилити. Политические противоречия привели к фракционированию нашей правящей партии. Первая фракция, называющая себя неостолыпинистами, управляется Аркадием Столыпиным, сыном того самого Столыпина. Они хотят модернизироваться как можно скорее, используя идеи Столыпина. Вторая фракция это Союз Молодой России. Она видит будущее нации в соответствии с идеалами полькистской Германии и использует некоторые концепции Российской империи. Для создания более сильной России, призывая к монархическому государству, жестко контролирующему экономику. Интересный поворот событий. И эти две фракции начнут грызться, если мы не нападем на Советский Союз как можно скорее. И легальные читы. Субтитры создавал DimaTorzok А у нас тут меж тем дядька Ежов начал возвращать земельки, напал на Транскаспийское правительство. И на Горную Республику сразу же тоже напали. Да, все. Всех завалили. Ееее, две доктрины. Успешно исследованы. Будем и мясом закидывать, и не только мясом. И Германский Рейх сразу же взял, напал на Данию. Дреслер завалил Кильскую зону. Ну и теперь будет с Данией разбираться, я думаю, без проблем особых. А Германский Рейх продолжает буянить, напал на Австрию. Без всяких разных аншлюсов, просто взял, напал. Кто тут у нас вместо Шушнига? У него нет шансов. У него нет модных очков и курточки. Давай, мочи уже Австрию. Все, взял Вену, захватил Австрию в Дреслер. А, Умберто больше нет. Тут тоже валькисты. Возможно, это тоже наши друзьяшки будущие. Тальяшки. Так, и Бразильская Народная Республика с патерна автократами победила в войне своей гражданской. Между тем, Эрик Блэр и волны революции. Британский писатель выпустил книгу-сюжет, которую граждане империи восприняли с удивлением достаточно спорно. Это захватывающая история о британском моряке, о сажающемся на стороне файпакта в мировой войне, на пусту и цепи в победе сил Антанты. Ну, это эпика, конечно. Очередная книжка. Ух ты. Германия не ксюет рейн. Разрабы еще работают над этим. Хорошее название для ивента. В прошлой ночи в Риндлэнде прошел референдум, по результатам которого он снова вошел в состав Германии. В общем, скоро мировая война начнется. Ну, а мы убрали проблем с коррупцией. Можем докачивать частный бизнес, выходить из кризиса и готовиться уже непосредственно к боевым действиям. Государство The Aubansk State объявляет войну государству Латинской Республики. Интересно. Таубания напала на Италию. Не прошло и 100 лет, как Аубания аннексирована Латинской Республикой. Да, конечно, товарищ Бальба у нас пошел по тому же пути, что ему с Солини. Готов слиться где угодно и когда угодно. Слишком долго они действительно воевали с Аубанией. И моя любимая веселая воевашка между Боливией и Парагваем случается и в этом моде. Все, мирно усвоил статус-кво. К сожалению, Парагвей проиграл. Так, случается партийный переворот. Наливаем мы чуточку попозже. Прокликаем. Чуточку буквально попозже. Во, теперь. Подготовку к второй гражданской выполнили, потому что фокусы слетят. Итак, при поддержке октябристов фракции в НСС вызвали разлад в партии. Они заявили о необходимости создания лучшей администрации, которая выполнит свои обещания и возобновит войну с Советским Союзом. А также они теперь стремятся привнести собственные идеологии в правительство. Но победитель в борьбе этих фракций будет только один. Если победит Столыпин, то он принесет в страну традиционалистский реформизм. А если Союз Молодой Россия, то они будут реализовывать свои радикальные действия славянского превосходства. Кстати, они собираются короновать царем славянских валькистов Владимира Кирилловича из рода Романовых. И валькистская Россия объявит войну РСФСР, который должен быть Советским Союзом уже к этому времени. Но да ладно. Тыкаем Союз Молодой Россия. Объявление войны уже настало. Сейчас я один фокус еще выполню. И на этом мы Сирюль закончим. Пришел к власти Владимир Романов-Красинский. Но он временно будет держать. Так, регент пока не приедет Владимир Третий. Он две недели к нам ехать будет. После чего, собственно, начнется веселая воевашка. Так, Манштейну мы вынужденную атаку пока прокликаем. Остальные парни пусть пока посидят тут в обороне. Немного. Так. Отвалились в фабрике. Улетела в задницу стабильность. Нет, тут, конечно... А, продавливаем, продавливаем. Сейчас продавим этих парней. Сможем проехать. Дальше. Только у нас проблемы с топливом. Случились. Тотальные. Это не круто. Будут штрафы у нас. Из-за плохого количества топлива. Надо прокачивать топливные всякие баки. Прочула будить. Не, можно, в принципе, переделать план. Я думал сделать ставку на оборону. Но они, видишь, все в движение пошли. Видимо, у них не так уж и много дивок. На этом направлении. Поэтому можно и попробовать и подоминировать. Немножко побить их. Поэтому давай-ка вот что-то такое я попробую предпринять. Сильно далеко не надо. И республика боливийских рабочих нападает на Чили. Да, надо задержать врагов. И истощающиеся танки надо, чтобы они разделились. Не истощались так. Вешено, иначе мы теряем слишком много всего. Захватим Аркутск. Тут вот так. Это удаляю. Продавочку должны мы осуществить. Установление топлива будет идти 200 миллионов лет. Это не совсем, конечно, здорово. Все. Вкачали мы царя Валькиста. И Валькистская Россия стала Славянской империей. Пропала. Все. Теперь называется Славянской империей. И можно, и даже нужно, разбираться, поднимать стабильность обратно. Быстренько. Прокачивать фокусы, которые нам помогут с боевыми действиями. И после чего уже переходить к активной, более активной фазе победы над товарищем Ежовым. Ну, а у власти у нас, да, Владимир Третий. Тот самый. Которого обычно считают самым легитимным дядькой. На этом все. С вами был Дмитрий Трофов. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лайк. Всего доброго. Увидимся с вами в продолжении нашей славянской эпопеи. И помните, что все самое интересное еще впереди. Спасибо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok